Музыка Во время схватки ты не переживаешь, свет погас, остался один человек и ты его там пытаешься обыграть, скажем так, сканировать быстрее, чем он тебя Опыт, он не бывает плохим или хорошим, это опыт Олимпиады это вот такое мероприятие, где психология, наверное, до 80% решает исход Для меня всегда была мечта чемпионата мира, и я ставил просто какие-то цели Сначала просто стать мастером спорта международного класса, чтобы им стать, надо выиграть определенные турниры международные И вот так вот постепенно, постепенно ставил перед собой цели, к которым потом стремился И дошел так до чемпионата мира Для меня чемпион мира это было, я говорю, желанная, недосягаемая мечта И поэтому я когда им стал, очень было плохо Сначала было очень хорошо, а потом стало очень плохо, потому что мотивация это страшная вещь И если ее нет, то без нее очень тяжело На Олимпиаду надо готовиться, как на обыкновенный старт У тебя психологически должно быть, что это тоже соревнования, это те же люди, те же судьи, те же правила и та же борьба Ну, это не что-то такое, а если думать о том, что это раз в твоей жизни или последний раз в твоей жизни Что ты шел к этому там 20 лет тренировочного процесса Конечно, это тебя раздавит Сейчас вы видите полуфинальный поединок, в котором участвует наш дзюдоист Виталий Макаров Я очень был хорош на Олимпийских игр, я был готов, я звенел Это не показатель, что ты можешь стать чемпионом, потому что в третьей схватке с Монголом я получил травму ребер И за выход в финал уже боролся с ней Меня просто спрашивали, а что ты не снялся? Ребята, я первый раз в финале на Олимпийских играх Ну, кто вообще снимется? Была интересная схватка у меня с ним, потому что и он, и я бросали То есть мы оба бросковые, оба были заряжены на бросок Ну, вот он меня бросил больше, чем я его Конечно же, я потом понимал, когда прошло время Потом это где-то там неделя, что это вообще хорошо, что у меня медаль В общем, не стал я Олимпийским чемпионом В связи с этим, наверное, у меня желание воспитать Олимпийского чемпиона Или хотя бы быть причастным, была очень сильная такая мотивация Самое интересное, что я очень сильно этого хотел И что мы в Лондоне натворили, это, конечно, безумие Первые Олимпийские игры для меня в качестве тренера Я секундировал первые три дня Я выводил Арсена, выводил Мусу и выводил Мансура Мои эмоции были, наверное, сравнимы с миром Но они были другие Я знал, что мы все причастны к огромному результату Которого до нас никто не делал Мне повезло с людьми, которые мне попадались в спорте, скажем так Которые мне помогали, от которых я что-то брал На данный момент Эцу это тот человек, который вот Ну просто это кладезь Российское дзюдо очень много приобрело с его приходом Я даже не про результат, я про вообще атмосферу Отношение к работе, коллектив Вот настолько стало все по-другому Такое может быть только с гениальным руководителем В принципе, кем Эцу и является